Один человек серьезно пострадал в результате ДТП на юге МКАД. На внешней стороне 21-го километра МКАД в районе поселка Развилка водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и влетел в стоящую на обочине фуру. От сильного удара «Газель» сильно деформировала. В кабине в момент аварии находились три человека. Одного из них зажало в салоне. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Остальные участники аварии серьезно не пострадали. Утром 18 сентября на пульт 112 поступило сообщение о пожаре по адресу. Проезд Дежнева, дом 15, корпус 1. На 9-м этаже 12-этажного дома происходило возгорание в квартире. Прибывшие пожарные в кратшейшие сроки ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. До приезда пожарных два человека покинули квартиру самостоятельно. Медики осмотрели двух женщин, они не пострадали. Причину пожара установят дознаватели. Причину пожарных метров. 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 Продолжение следует... Пожар на юго-востоке Москвы. Пожар произошел в жилом здании в столичном районе Южнопортовой. Из дома вывели 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Москве. В 7 часов 38 минут поступило сообщение о пожаре по адресу улица Новостаповская, дом 4, корпус 1. Жильцы дома сообщили, что происходит пожар в жилом семиэтажном здании. На этажах ощущался стойкий запах гари и шел дым. К месту ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Звенья направлены были на спасение людей и отыскание очага горения. Из здания было эвакуировано 10 человек. В ходе тушения установлено, что происходило загорание межэтажных перекрытий между третьим и седьмым этажами. На общей площади около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 9.24 загорание было локализовано, а в 9.32 минуты полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Информации о пострадавших не поступало. Утром 18 сентября на севере столицы произошло ДТП. На Ленинградском проспекте у дома номер 5 автомобиль Шкода Рапид врезался в столб освещения. Автомобиль двигался по дублеру в направлении центра. У дома номер 5 водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в столб освещения. От удара автомобиль развернуло и он опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель не пострадал. При помощи эвакуатора автомобиль убрали с проезжей части. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. ДТП. Возьмите антенции. Возьмите антенции. При помощи эвакуатора автомобиля. Возьмите антенции. Возьмите антенции. ДТП на севере Москвы Вечером 18 сентября на севере столицы произошло ДТП. На участке северо-восточной хорды столкнулись два автомобиля – «Мерседес» и «Опель». Оба автомобиля двигались в попутном направлении. В районе станции Лихоборы водитель кроссовера «Мерседес» вероятно не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Опелем» по касательной. В результате ДТП автомобили получили минимальные повреждения. Одному из автомобилистов потребовалась медицинская помощь. Однако от дальнейшей госпитализации мужчина отказался. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Движение транспорта в направлении МКАД из-за ДТП было частично затруднено. Движение транспорта в направлении МКАД из-за ДТП. ДТП на юге Москвы. Поздним вечером на юге столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили BMW и Volkswagen Touareg. Водители не поделили дорогу на Каширском шоссе. Предварительно водитель Volkswagen совершал левый поворот на улицу Борисовские пруды на завершающий цикл стрелки. Двигавшийся водитель BMW, выехав на перекресток, заметил Volkswagen в последний момент. Машины столкнулись. В результате мощного удара Volkswagen перевернулся на крышу. В таком положении иномарку протащило еще несколько метров. Очевидцы происшествия вызвали на место аварии оперативные службы города. В результате ДТП чудом никто не пострадал. Для поднятия перевернувшегося автомобиля потребовалась помощь пожарных и спасателей. Движение по Каширскому шоссе было серьезно затруднено. Сотрудниками ГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками ГИБДД Сотрудниками ГИБДД На Кутузовском проспекте столкнулись автомобили Mazda и Hyundai Solaris, служба такси. Предварительно один из автомобилей пересек разделительную полосу и столкнулся с обстречным автомобилем по касательной. После удара оба автомобиля развернуло на 180 градусов и отбросило в разные стороны. На месте ДТП работали оперативные службы. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД. ДТП на юге Москвы. На Варшавском шоссе автомобиль Volkswagen Tiguan совершил наезд на пешехода. Водитель Volkswagen, арендованного в системе каршеринга, двигался по дублеру Варшавского шоссе. В районе дома номер 143 в неустановленном месте дорогу стала переходить пожилая женщина. Для управлявшего прокатным автомобилем водителя внезапное появление на проезжей части пешехода оказалось полностью неожиданным. Не снижая скорость, автомобиль сбил женщину. От мощного удара ее отбросило в сторону и протащило по асфальту несколько десятков метров. От полученных травм 60-летняя женщина-пешеход скончалась. На место ДТП прибыли оперативные службы города. Причины ДТП установит следствие. Причины ДТП. ДТП на востоке Москвы. Днем 19 сентября на востоке столицы произошло массовое ДТП. На шесть энтузиастов напротив дома номер 48 дропе 1 при движении в сторону центра столкнулись пять автомобилей. Opel, Hyundai Taxi, Toyota, Raven и BMW. Как бы снили очевидцы, они все стояли на запрещающем сигнале светофора, как внезапно между рядов пролетел автомобиль Opel. Остановить его смог только последний по цепочке автомобиль BMW. В результате ДТП обошлось без пострадавших. Виновник аварии получил незначительную травму головы и от помощи медиков отказался. Как сообщили очевидцы, водитель-виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Сотрудники ДПС Язреи ДТП на юге Москвы. В проектировом проезде номер 921 столкнулись фургон «Исузу» и легковой автомобиль «Форд Фьюжн». Водитель фургона «Исузу» двигался со стороны 5-го Донского проезда в направлении выезда на улицу Вавилова. Напротив здания пожарно-спасательного отряда номер 203 он, вероятно, отвлекся от дороги и не заметил попутный автомобиль «Форд». Не снижая скорости, он врезался в легковушку, которая, в свою очередь, развернула вокруг своей оси на 180 градусов, а фургон, продолжив движение, отбросила на встречную полосу, где он пересек все ряды и остановился. Свидетелями аварии сами стали спасатели, которые смогли незамедлительно приступить к аварийно-спасательным работам. В салоне легкового автомобиля оказались зажаты взрослые мужчина и ребенок. Из салона их удалось извлечь, применив спецсредства. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Из топливного бака на проезжую часть стало вытекать топливо. Однако, благодаря слаженной работе оперативных служб, возгорание удалось не допустить. К месту ДТП прибыли экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Водитель «Форда» получил травму головы, однако от дальнейшей госпитализации отказался. После осмотра бригады реанимации, второй пострадавший ребенок с места ДТП был госпитализирован. В настоящее время на месте работают оперативные службы города и сотрудники службы дорожного патруля. Движение транспорта ограничено на двух рядах движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. ДТП устанавливаются.